всем доброго дня вы на канале пчеловод рыбак сегодня у меня на обзоре будет нечто интересное это будет сейчас вам все покажу это чудо китайской инженерии это вот такой электрический пчеловодный дымарь начну все по порядку приобрел этот дымарь летом 2023 года название цена его порядка что-то 1850 рублей за него отдал вот обзору как таковых я на нем на него не видел на ю тубе может быть плохо смотрел но решил что мне такая вещь думаю нужно будет я уже снимал ролик показывал как он дымит дымит он очень хорошо создает очень большое облако дыма густое все вопросов к этому нету ну а дальше пошли все одни недостатки и как практика показала использование минусы в нем здесь больше чем плюсов значит начну все по порядку первый минус который видим сразу вот этот носик он очень задат вверх видно да вот и чтобы поднимить над рамками над ульем нам приходится его очень низко пускать вот таким образом вот то есть наклон гораздо больше чем в обычном дымаре что мы привыкли использовать и чем мы пользуемся вот и здесь выявляется второй недостаток здесь нету искрогасителя на крышке вот здесь смотрите я не знаю видно попробую повернуть вот вот видите просматривается носик вот он то есть идет сразу напрямую крышка без искрогасителя поэтому те гнилужки которые находятся в дымаре при использовании когда вы наклоняете дымарь подымить они начинают вываливаться попадает непосредственно в рамки на рамки вернее тем самым тревожа и беспокоя пчел лишний раз следующий недостаток в этом дымаре нету стакана как в обычных дымарях есть вот такое вот подобие дна сетчатого с технологическими отверстиями вот дымаре он устанавливается вот таким образом то есть вот вот этими ножками он должен опуститься на дно дымаря вот так но когда его пускаешь он все время падает не так как надо падает ножками вверх и чтобы поставить его дымарь нужно определенное время не всегда то получается с первого раза приходится приноровиться ну ладно с этим так как нету стакана внутри под гнилушки наружная часть сильно нагревается поэтому здесь стоят вот такие вот отражатели не отражателя защита чтобы руками не касаться вот и не обжечься но это все ерунда по сравнению с остальным недостатком самым главным и этот недостаток он на третий день у меня сгорел горел прямом смысле от слова загорелся вот здесь вот все обоглено я не знаю видно вам на камеру не видно попробую вот видите все это дело обгоревшие он работает мотор пока работнута наверное потому что вовремя заметил то что он горит и успел потушить так бы вот эта ручка вся полностью сгорела чертям и говорится собачьим он работает ну вот здесь уже носик направляющий который дает ну направляет поток воздуха сам дымарь он уже вгорел оплавился переделать его не стал и делать тоже понял что с ним будет больше проблем чем как говорится польза опять же это мое сугубо личное мнение я не знаю может у кого-то он служит хорошо верой и правдой может у кого-то нет напишите ну вот моя практика показала то что он для прямого использования конечно не подходит на пасеку опять же напоминаю это мое личное мнение у других я не знаю как в качестве подарка подарить любимому мужчине или очень хорошему пчеловоду пасечнику знакомому до вопросов нет подарок вот использование я не знаю вот я ему конечно вот три раза попользовался все больше я им не пользовался и он отправляется в музей моей пасеки так сказать вот использую я вот такие дымарь и это мой обычный дымарь самый рабочий самый ходовой из нержавейки в использовании он уже пять лет больше пяти лет единственное что я в том году только позапрошлом году поменял вот этот мех полностью сборе мех продается в пчеловодном магазине стоит он порядка там 300 рублей кожаный мех там деревянные вот эти его основания куда мех крепится крепится он на четырех саморезах раз два три и четыре то есть снимается быстро поменять не составляет труда это когда вашу работу выполняю если мне надо выполнить небольшую работу ну как небольшую недолго там на пасеке там 10-15 минут маток подсадить или еще что-нибудь такое этом рамку достать матку выпустить то есть не надо целый день работать и чтобы в целых экономе топлива побыстрее развести у меня вот такой маленький домарик есть малышок опять кожаный мех это еще все заводское в использовании он мне уже ну по моему года три наверное не помню ну короче уже не один сезон тоже работает тоже с нержавейки пошел к такому выводу что с нержавейки покупать гораздо дешевле когда покупал с чернового металла с чернухи до моря мне хватало в среднем где-то ну на один сезон это к концу сезона он прогорал может материал такой может мне такие попадались я не знаю так что я пользуюсь с нержавейками вот два основных до моря вот они видно по размеру да вот это вот два основных до моря но этими мы будем пользоваться ну а этот пойдет как говорится музей пасеки так что напишите в комментариях то имел опыт использования электрического до моря сколько он у вас прослужил работаете вы им нравится он вам или не нравится может быть у меня руки не с того места растут не знаю так что такие то вот дела все благодарен всем за просмотр пишите комментируйте буду рад любым вашим отзывам а пока до свидания всем